Первого гостя я уже с удовольствием готова представить. Это Игорь Масищук, народный депутат Украины, восьмого созыва. Добрый день. Вот, слышим, отлично. Знаете, вот с предыдущей гостей до вас мы закончили наше общение на той фразе, что она сказала, что не исключает, что в России может начаться гражданская война. И буквально сейчас вот наткнулась на публикацию, когда министр обороны Украины, господин Резников, сообщает о трех сценариях, в сценариях окончания войны. И, собственно, предпосылки гражданской войны он называет в третьем сценарии. Я для наших зрителей озвучу. Первый сценарий – это так называемый жест доброй воли со стороны России, когда Украина выйдет на границы по состоянию на 24 февраля. А потом начнутся переговоры о статусе оккупированных после 2014 года территорий Донбасса и Крыма. Второй вариант. ВСУ будут постепенно перемалывать, это цитата, армию России, так как это, цитата, война ресурса на ресурс. Глава Минобороны подчеркнул, что у России больше живой силы и техники, но все несовременное и старинное, и они используют принцип мясорубки. И последний, третий сценарий – это драматичный для России, это развал России на несколько разных субъектов – Татарстан и тому подобное. Вы к какому из этих сценарий склоняетесь? И насколько действительно возможен какой-либо из них, учитывая то, что сегодня мы слышали, президент Украины Владимир Зеленский говорил о том, что ожидаем в первую очередь поставки вооружения. Без них спрогнозировать, я так понимаю, мало что возможно. Ну, надо разделять тактические победы и стратегические победы. Стратегическая победа для Украины – это действительно военное поражение Российской Федерации и развал Российской Федерации. Это третий пункт, о котором говорил министр обороны Резников. Я об этом говорил еще в парламенте в 2014, 2015, 2016 году. Это единственный путь к победе Украины. Я имею большущие сомнения. Мы сейчас консолидируем весь мир на помощи вооружения Украине, и все равно этого вооружения мало. Мы верим, что его будет больше к осени. Но мы готовы поддержать все и должны поддержать и финансово, и ресурсно, и информационно все оппозиционные политические силы на территории Российской Федерации, все силы, которые выступают за независимость Ичкерии, Кавказских республик, республик Татарстана, Башкорстана и тому подобное. То есть мы должны поддержать всех, кто выступает против Российской имперскости, против политики Кремля. Вот это путь к победе. И здесь я бы уточнила относительно вооружения. То вооружение, которое получает Украина от западных партнеров. Вы говорите, вооружения мало. Мало потому, что его мало поставляют? Или в принципе поставки полноценны, насколько необходимы, просто в противовес российскому вооружению, пускай и старинному, но его будет действительно всегда мало? Знаем о том, что и Путин относительно недавно говорил, дословно сейчас я не процедирую его заявление, но там речь шла о том, что мы еще не воевали в полную силу, это только лишь малая часть. По состоянию на сегодняшний день количество ствольной артиллерии, задействованной в войне против Украины, превышает количество артиллерии, которая была задействована в так называемой берлинской операции, которой оканчивалась Вторая мировая война на территории Европы. Это порядка по информации, которую я имею из своих источников в нашей разведке, это плюс-минус 1200 стволов. Естественно, это очень много. Естественно, поставки тех артиллерийских и ракетных установок, которые помогают, которыми нам помогают наши западные союзники, они не достигают этого уровня. Мои друзья, которые находятся на передовой, возле Славянска, на Харковском направлении, они утверждают, что приблизительно соотношение 30 на 20, ой, 30 на 1, 20-30 на 1, то есть 20-30 выстрелов русских с артиллерийских, и один наш в ответ. То есть вот такое где-то соотношение. Более того, наша разведка утверждает, и я склоняюсь в этом верить разведке, что Российская Федерация имеет запасы снарядов и ракет к ракетным установкам, имеется в виду не кроватые ракеты, а именно к ракетным установкам. На 15-20 лет такой войны, какую они ведут сейчас против Украины. В то же время поставка, допустим, нам, современных хаммерсов, нашими союзниками, помогает нам на протяжении последних 10 дней уничтожать массово склады. Склады как раз с ракетами, с зарядами, к ракетным установкам, с артиллерийскими снарядами. Они уничтожаются массово, по всей линии фронта. Все, кто интересуется, могут посмотреть, но по состоянию на вчерашнее утро было уничтожено 11 складов. И за вчерашний день, если я не ошибаюсь, три, и за сегодняшний уже два. Естественно, это не дает возможности полноценно вести огонь, так как раньше российской оккупационной армии. Но нам надо больше хаммерсов, нам надо больше гаупиц, нам нужна артиллерия, для того, чтобы мы не только могли остановить врага, а перейти в полноценное контрнаступление, что вполне возможно. Поэтому мы обращаемся к партнерам за помощью и просим партнеров. Относительно вот этого вооружения, о котором вы упомянули, что благодаря хаммерс удалось уничтожить несколько складов, такие успехи на линии фронта для ВСУ, это действительно успех в первую очередь вооружения или, возможно, как говорит Институт изучения войны, здесь еще фактор того, что Россия взяла некую паузу для, я так понимаю, ротации своих солдат, для того, чтобы пополнить недостающие резервы. Собственно, сейчас она не боеспособна в том объеме, в котором необходимо. Ну, смотрите, несколько моментов. Россия действительно взяла паузу, но эта пауза, она как бы не... Да-да. Эта пауза не по доброй воле России. Эта пауза более вызвана как раз уничтожением складов, невозможностью введения полноценной артиллерийской войны, дуэлей, полноценных. И, соответственно, они решили воспользоваться... Сейчас думаю, как наладить логистику, чтобы вооруженные силы Украины не уничтожали их ракетные артиллерийские запасы. И когда вы говорите несколько, но 15 складов это очень значительно. Это не несколько. Существенные потери для российской армии, я понимаю. Это ощутимо российской армии. Они не могут вести полноценно... Более того, это ощутимо для жителей оккупированных территорий. Понимаете? Они понимают, что точечно уничтожаются склады. они что знают, видят, понимают, что происходит и тому подобное. Соответственно, это и настроение среди населения. Плюс до того, в России бытует, в российском политикуме бытует, как по мне, очень ошибочная мысль, что ихняя спецоперация, а я уверен, что это была спецоперация международная по Джонсону, по отставке Джонсону, что она будет иметь какое-то влияние на войну в Украине. Я считаю, что это абсолютная ошибка. Это они себе что-то там напридумывали, потратили миллионы долларов, евро, стерлингов на эту спецоперацию через Индию и индусов ее проворачивали, добились промежуточного варианта, потому что я еще никакой отставки не вижу, кроме политических заявлений. И это не влияет на фронт и не влияет на позицию Британии по отношению к Украине. Игорь, давайте чуть-чуть попозже мы тему Джонсона оговорим. Здесь бы я хотела ухватиться за ту фразу, которую вы упомянули, относительно оккупированных территорий Украины. Есть любопытное видео, как по мне довольно-таки показательное относительно настроев на оккупированных территориях Донбасса, которые подокупаться были 8 лет. Вот я бы сейчас хотела бы вам его продемонстрировать. приехали приехали к нашему другу Илье Владимировичу командиру славного соединения нет части легендарного легендарного соединения после этой компании 5-я бригада ребят сейчас я вот Пал Андреевич да мы тут привезли немного помощи даже с аккумулятором да да выкупали так здесь у нас это у нас от подписчиков из Москвы я объясню в двух словах в Москве собрали деньги на квадрокоптер собрали привезли подарили виртуальному государству под названием ДНР они его продали буквально там за копейки продали собственно я почему об этом примере говорю есть ряд других видео когда жены матери выступают против того чтобы на оккупированной территории Донбасса шли воевать их близкие приходят к военкому говорят что мы не будем пускать своих близких потом еще ряд других видео когда публикуют жители оккупированной территории говорят слушайте да это же вот собственно с нашей территории наши ждут дома и обстреливаются нашими восемь лет прошло и вот сейчас мы видим вот такую вот реакцию то как вы считаете отношение оккупированного Донбасса за эти восемь лет по отношению к России и вот этой его полномасштабной войне оно изменилось ну я скажу так я восемь лет общаюсь с жителями Донецка не оккупированных Луганской области по ихнему наблюдению начинает меняться начинает вопрос какие именно вопросы ну допустим вопрос номер один мы идем освобождать там остатки Луганской и Донецкой области те которые были подконтрольны Украине вот они идут освобождать вместо освобождения они забирают какие-то территории которые превращены полностью в пустыню в руины в груди кирпичей камней перемешку с трупами притом трупами ихних родственников потому что это рядом все взаимосвязано перемешку с детьми трупами и тому подобное они это видят и многие начинают приходить в шок потому что они понимают если еще раз назад опять же будет идти Украина то они превратятся в то же самое их территории это один момент второй момент ни для кого не секрет что подразделения особенно с призывником тех которых пакуют на улице в так называемых ЛНР и ДНР да и вихние подразделения их пускают в самые опасные места это самое пушечное мясо сзади идут ФСБщики сзади идут кадыровцы как из-за градотряды и они там пачками сотнями погибают из-за этого протесты женщин протесты самих бойцов мы даже с вами видели и тому соответственно количество людей погибших с той стороны Донбасса такое что можно говорить об утилизации то есть и об этом уже говорят на неподконтрольной территории на оккупированной территории говорят что Путин утилизирует жителей Донбасса они ждали освобождения как они говорили они ждали мир отпрыж мир убийства и утилизации их родных я возможно слишком громко сейчас скажу но какова вероятность что все вот эти вот люди которые 8 лет жили в оккупации в ожидании того что не знаю придет вот Россия и не знаю возможно будет такая же история как с Крымом возьмет включит состав Российской Федерации на протяжении 8 лет этого всего не произошло какова вероятность что сейчас все эти люди ну скажем так ну не на 100% но довольно-таки высокий процент имеет недоверие к России и поэтому не знаю не будут выступать и сопротивляться выступать на стороне России и сопротивляться когда украинские военные пойдут в контрнаступление ну смотрите я сразу скажу большинство не будет сопротивляться тех кто не замазан они не будут помогать они не будут сопротивляться они забьются в подвал под землю в шахту в щель какую-то куда угодно чтобы выжить но они не будут сопротивляться будут активно вести боевые действия и будут активно ну вернее не будут активно вести боевые действия не будут активно помогать российской армии и регулярным подразделениям кандидатов которые эти создали они не будут им помогать они спрячутся это один момент второй момент понимаете у них ломается во второй раз психология они все больше и больше начинают понимать что Кремль ими играет я вот общался буквально недавно с Донецком там люди я не скажу что они там сторонники России или сторонники Украины там люди которые живут выживают они не смогли никуда выехать потому что у них там больные родители да папа мама все но они будем говорить нейтральные да но они поддерживают со мной общение я там знаком с главой семьи долгое время вот поддерживают несмотря на то что это опасно вы сами понимаете что если об этом узнают то у них будут неприятности но они поддерживают и они вот сейчас прямо говорят ну мы совершенно по другому вот ты тогда говорил мы так смотрели ну мы думали ты там парламенте ты там представитель хунты поэтому ты так говоришь а вот сейчас мы видим и мы видим что нас играют и вот и вот мы играем больше и больше к ним доходит — Еще последний вопрос, чтобы закрыть блок Донбасса, именно оккупированного Донбасса на протяжении 8 лет. Почему спустя 8 лет возникли вот такие настрои, что люди, грубо говоря, начали прозревать? Ведь на Донбассе была та же самая российская пропаганда, туда возили российских артистов, и российские СМИ там были, и все эти нарративы там, которые на самой России непосредственно все эти годы звучат, что вот хунта, там нацисты в Киеве сидят, там, не знаю, бандеровцы и тому подобное. Все те же самые нарративы, которые звучали и в самой России. — Почему на Донбассе спустя 8 лет вот начали люди прозревать, но в России еще есть вот эта вот поддержка, веренья того, что действительно в Киеве бандеровцы и нацисты? — Ну, смотрите, во-первых, на Донбассе прозревают далеко не все. Во-вторых, те, кто прозревает на Донбассе, они так же молчат, как и в России. В России, я знаю, тоже общаюсь, особенно там с Тюменью, с теми регионами общаемся. Я знаю там настроение людей. Там за эту буковку «З» путинскую или их «В» могут машину побить ночью, поджечь, порезать скаты и тому подобное. — Это в регионе Тюмени, да, происходит. Но они молчат, они боятся что-то сказать. — И мы же знаем с вами, там появилась информация, что это анархокоммунисты, может анархокоммунисты, может националисты, может бог знает кто, может просто либералы, может еще кто-то, не знаю. Но знаю точно, что больше 10 военкоматов — это поджоги, именно поджоги, что диверсии на железной дороге в России были и тому подобное. То есть и на Донбассе, и русским выявить протест проще даже какой-то террористической, диверсионной, военной акции, чем выйти и что-то сказать. — Люди перепуганы, они боятся говорить. Они быстрее начнут подпаливать военкоматы и полицейские участки, чем они выйдут на какой-то митинг. И сколько били, сколько ставили в стойлах, что они просто боятся. И в этом, кстати, возвращаясь к вопросу, который мы обсуждали о планах, озвученных Ресниковым, да, в этом как раз мы... — Да-да, план, который озвучил министр обороны Украины, господин Ресников. — Ну, это о развале возможного возникновения гражданского противостояния в России и развале Российской Федерации. — Вот как раз такие действия, когда люди боятся выйти на протест, люди боятся говорить. Вот такие как раз вот вещи, они и приводят к тому, что люди уходят в... Люди уходят в всепротестные акции, люди поджигают военкоматы, полицейские участки и так далее. — Теперь к блоку темы «Отставка Джонсона». Я так понимаю, вы в его отставке углядели российский след. — Смотрите, я вам скажу, во-первых, произошла... Хочу расставить точки на две. Мое мнение. Произошла юридическая отставка премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Произойдет ли она физически в октябре месяце, мы этого еще не знаем. Джонсон, исполняя свои обязанности, будет их исполнять до октября, когда на съезде консервативных... ...будет из новой литератики, которая произойдет новым премьер-министом. Политическая система Британии, чтобы наши зрители могли понять. Так вот, а где убежденность в том, что консерваторы не изберут повторно Джонсона лидером консервативной партии? Вот у меня такого убеждения нет. Я вам объясню, почему. Потому что Джонсон пользуется сумасшедшей поддержкой среди консерваторов, среди членов своей партии, которые будут в октябре принимать решения. Не среди руководства бюрократического аппарата, да, консервативной партии, а среди рядового членства. И это рядовое членство может в октябре свободно дать ему вот он доверие, после чего он сменит бюрократический партийный аппарат, сменит кабинет министров и останется на своей... Должности. Должности. Да, поэтому говорить пока о отставке Джонсона я бы не стал. Это человек... Да, только тут, знаете, Игорь, я бы немножечко с вами поспорила в контексте того, что консервативная партия, лидером которой он является, хоть и имеет большой кредит... Я вчера перечитывал книгу «Фактор Черчилля», и я... Это человек, он вот с книги и выходит, «Черктор Мир Джонсона» он своему миру полностью соответствует. Я вам скажу так, он будет биться до последнего, он будет отстаивать, как Черчилль, до последнего свои убеждения. Это один момент. Второй момент. Ну, давайте скажем честно, что обвинения, которые выдвинуты Джонсоном, свободно могли быть выдвинуты Черчиллю, и он мог быть отправлен в отставку в 1941-1942 году. Потому что все знают, что Черчилль много пил, все знают, что Черчилль мог грубо высказаться, Черчилль мог рассказать грубый анекдот, вот, и абсолютно беспардонно вел себя с помощником персоналом, поэтому ему тоже могли выдвинуть тогда обвинения и убрать его с должности. Просто тогда не было такого лобби немецкого, как сейчас есть российское лобби, в том числе и в партии Тори. Что я имею в виду? Смотрите, основные министры, которые выступили активно за отставку Джонсона, индусы, по национальности индусы. Да, они подданные Великобритании, но они по национальности индусы. Как известно, Индия, это бывшая колония Британской империи, и у них очень тесные связи, в том числе экономические, политические и тому подобное. В то же время всем прекрасно известно, что Индия находится в фарватере политики Российской Федерации. Там очень большие интересы финансовые, экономические Российской Федерации и так далее, и так далее. Моё мнение, что именно через Индию были заряжены эти индусы в правительстве Джонсона, которые устроили демарш. Я не имею ничего плохого против индусов, нормальный народ, нормальная насы, но так исторически сложилось. Они были под Британской империей, часть их народа осталась в Британии, большинство в Индии. Индия сотрудничает с Российской Федерацией и одновременно с Британией. Это как раз и есть та цепочка, которая, по моему мнению, была использована Кремлем в спецоперации против Джонсона. Хорошо. Игорь, тогда для чего это всё необходимо делать России? Если те претенденты на пост премьера-министра Великобритании после Бориса Джонсона, они, в принципе, все такой же стратеги по отношению к Украине? Или здесь закладывался вопрос не в Украине? Тут был вопрос, во-первых, личный по отношению к Джонсону. Это был личный вопрос. И то, что это был личный вопрос, свидетельствует вчерашние публикации Володина и ещё десятков таких Володиных, которые несли абсолютную чушь, что это лично Джонсон стоял за обстрелами украинских военных, Белгорода и Курска и тому подобное. То есть они сами обстреливали, а как у нас в Украине говорят, кто обгадился, это невестка, да? Вот. И в данном случае Джонсон. Во всём виноват Джонсон. Хорошо, хоть инопланетян не привёл в Москву итог. И это просто прослеживалось. И это не просто такая ненависть, да, была, потому что они испытывают ненависть к нам, ко всем, к партнёрам, которые нам помогают. А это конкретно целенаправление политического уничтожения. И они праздновали вчера на московских, кремлёвских болотах. Там стояло радостное рукоплескание. Они не знали, как спрятать эту радость от этой отставки. Почему они это делали, понимая, что это не повлияет на изменения политики Британии. Но они надеются, что они благодаря своим деньгам и попыткам приобрести лобби в британском парламенте, что они снизят активность поддержки. Это они надеются, так я говорю, это раз. Второе, они надеются, что следующий премьер-министр будет, в отличие от Джонса, наглядываться на позицию Кремля. Ну и третье, во время войны мировой, а мы по факту сейчас находимся в стадии мировой войны, политической нестабильности в государствах, которые играют такую роль, как Великобритания, в свободном мире, это, естественно, на руку Кремля. Поэтому в комплексе это все они разыгрывали. Я думаю, они будут разыгрывать дальше. Но, повторюсь, я не уверен, понимая Джонсона, глубоко изучил биографию Черчилля. Я десятки книг прочитал и его автобиографических, и о нем. Я думаю, что рано на болотах кремлевских радуются, и что Джонсон будет бороться до конца. Я предлагаю еще одну тему с вами обсудить. Немного сместим фокус нашего общения. Вот сегодня стало известно, что Канада ввела санкции против патриарха Российской Православной Церкви Кирилла. Знаем, что подобные меры были приняты и в Британии, хотя Евросоюз не смог, собственно, внести его имя в санкционный список, поскольку знаем, что Венгрия лоббировала интересы именно патриарха Кирилла. И вместе с тем знаем о том, что Украинская Православная Церковь и Православная Церковь Украины, то есть УПЦ и ПЦУ, подписали Декларацию Понимания. Довольно-таки, я бы сказала, резонансно это все происходит в контексте того, что с конца 2018 года был Единый Собор, который проходил и создал УПЦУ. Собственно, в УПЦ это все воспринималось негативно и враждовали вплоть до вот этой декларации. О чем это свидетельствует? Ну, смотрите, давайте разделим это на церковный этот вопрос на две части. Первая часть. Значит, патриарх Кирилл пособник Путина. Он не имеет отношения к церкви, а тем более к Богу абсолютно никакого. Я считаю, что он должен быть отлучен, и я поддерживаю инициативу священников кстати, Украинской Православной Церкви, которые обратились к суду пяти церквей о том, чтобы было объявлено анафемое отлучение от православия Кирилла. Это что касается его. Теперь по поводу вопроса, который вы подняли. К сожалению, к сожалению, Украинская Православная Церковь и ПЦУ опровергли и та и другая церковь, опровергли подписание этой декларации, потому что они не направляли туда официальных делегаций. Но это ничего не значит. В средине Украинского Православия идет большущая дискуссия, большущие процессы. Патриарх Филарет, допустим, обратился с обращением в отношении того, что надо проводить новый объединительный собор. Надо продолжать диалог. Я знаю, что ПЦУ обратилось и УПЦ обратились друг к другу, чтобы был диалог. Единственное, ну, я скажу так, это должно действительно происходить на уровне, когда руководство церков утверждает делегации для того, чтобы потом не давать оппонентам, не давать Кремлю возможности этим манипулировать. А вот подобное объединение, насколько оно действительно может отдалить и на сегодняшний день? Насколько еще действительно есть вот эти связи между УПЦ и РПЦ? Потому что с момента полномасштабной войны в Украине УПЦ говорил о том, что вот, ну, все, теперь мы точно разорвали все отношения, мы независимы. Ну, смотрите, юридически они действительно после вторжения полностью разорвали все отношения с московским патриархатом. Но канонически они могут разорвать их только тогда, когда объявят автокефалию. Вопрос автокефалии для них очень тяжелый только по одной причине, они бы ее уже объявили, но их не хотят признавать, потому что уже есть признанная церковь ПЦ. Поэтому идет разговор о том, что надо объединяться. Поэтому я и говорил и о письме патриарха Филарета и о дискуссиях, которые в средине идут. Москва очень этого боится, потому что в результате объединения православных церков в Украине возникнет самая большая православная церковь в мире. Самая большая. Что вы имеете ввиду? Ну, она будет по количеству купленной прихожей от московского патриархата, а тем более остальных православных церковцев. Реально центр православия переместится в Киев. И понимая, что в Константинополе пока находится атрактивный центр, и он очень небольшой, и то, что именно Константинополь начал процесс давать автокефалию украинской церкви, Киев станет одним из самых больших центров православия, ну, самым большим центром православия мира. В Москве это прекрасно понимают, они не хотят этого допустить. Они поднимают всю возможную свою агентуру и в УПЦ, и в ПЦУ, где она, к сожалению, есть. Известное дело, у вас на канале о нем говорили, Андрея Деркача, да, которому объявлено подозрение в сотрудничество с ГРУ, но мало кто говорит, что Андрей Деркач имеет очень большие связи и обширные в УПЦ и очень большие связи в ПЦУ. Его ближайший друг митрополит Дробинка в ПЦУ. Его друзья несколько митрополитов в УПЦ. Поэтому они будут делать все, чтобы любыми путями не допустить этого поведения, потому что объединение украинских православных церков приведет к тому, что Духовный фронт будет полностью на стороне Киева. И Кремле этого очень боятся. Там будут выдергивать всю агентуру, какая только там со временом КГБ есть в церквах. Лишь бы этого не допустить. Я считаю, что если можно буквально президент Зеленский, украинская власть должны обратиться к Вселенскому патриарху, объяснить ситуацию, созвать весь клир в церкви Киевской и Православной Церкви Украины, и Украинской Православной Церкви, и Киевского Патриархата, весь православный клир. И обратиться к Варфоломею, возможно, организовать его приезд к патриарху, попросить еще один расширенный дополнение к Томасу, который мы уже имеем, который снимет вопросы и откроет путь к этому объединению, даст возможность избрать патриарха Киевского и всей Руси, который будет признан всем мировым православным, и в результате этого это будет мощнейший удар духовный по Москве, по ихним скрепам, по этому всему бреду, который они навязывают и на Донбассе, и на юге Украины, и так далее. И это поможет освобождению оккупированных территорий, на самом деле, потому что там очень много верующих людей, и когда они поймут, что мировое православие это Киев, мировое православие на стороне добра, а гундяев это секта, и ничего общего с православием не имеют, они как раз вернутся к Киеву. Последний вопрос, закрывая наше общение. Если помните, после того, когда российские войска вышли из Киевской области, были найдены разные такие методички о том, как российские солдаты должны были общаться с мирным мастерением. Так вот, там был, дословно сейчас не вспомню, но там был момент, когда шла речь о том, что если будут мирные люди спрашивать, а вы кто там, русские или кто вы, то солдаты российские должны были говорить, что мы православные, и это самое главное, потому что это нас объединяет. То есть, насколько вы считаете, здесь не было непосредственно акцентирования на какой-то конкретной церкви, что это РПЦ или там УПЦ, как у вас, нет, здесь просто шла речь о том, что мы православные. Насколько действительно вот такая вот методология могла, я не знаю, сыграть на руку именно России, почему именно через церковь решили зайти? Действительно ли вот эта связь между УПЦ и РПЦ была столь тесная? Смотрите, Москва себя переиграла. Действительно, многие прихожане УПЦ, МП очень, если не нейтрально, то положительно до 24 февраля, до утра 24 февраля относились к РПЦ. Но после того, как были нанесены ракетные удары по городам Украины, в том числе по православным церквям, святыням, по Лавре Северской и тому подобное, после того, как Гундяев, который называет себя патриархом Кириллом, обвинил Украину во всех смертных грехах и благословил убийство украинцев, в среде прихожан УПЦ полностью, полностью поменялось отношение. Я общаюсь, моя жена раньше была прихожанкой УПЦ, и я общаюсь с рядовыми священниками, с которыми она дружит. То есть, даже там не епископы, не митрополиты, никто, это рядовые священники в одном из районов города Будем Я с ними общаюсь, и прямо сказали, 99,9% наших прихожан выступили против русской агрессии, выступили против того, что Гундяев благословил эту агрессию, и прямо говорят о том, что пришло время подумать о единой украинской православной церкви киевского патриархата. Когда у нас будет свой патриарх киевский и всей Руси Украины, когда у нас будет единая церковь, и когда она будет самой большой церковью православной мира. Игорь, как Вы считаете, вот мы говорили о третьем сценарии господина Резникова относительно того, что война в Украине, полномасштабная война в Украине может привести к тому, что Россия разделится на разные регионы, а в церковном плане какова вероятность, что РПЦ тоже может разделиться или такого не может быть? Там намного иные... Смотрите, если только нам удастся пойти по этому сценарию, а он очень реальный, о котором я говорю, и не только я говорю, я говорю и церковные деятели говорят, патриарх Феврид говорит, там еще ряд, и в УПЦ говорят, и в ПЦУ говорят, просто знаете, амбиции и руководения не всегда дают договориться, поэтому я и говорю, что президент должен взять в свои руки это все игорь, тут такой момент же, церковь и власть в Украине разделены, как президент может взять в свои руки этот вопрос? вы абсолютно правы, но авторитет президента Зеленского сегодняшний, да, и его, в том числе и среди верующих, его видение, он может инициировать и обратиться, я же не говорил, чтобы он силой с помощью там СБУ или каких-то других органов это делал, нет, достаточно его обращения, достаточно от имени государства его обращения к православным церквам с просьбой начать диалог, что мы предоставляем, я готов принять участие, я бы посмотрел, кто из представителей церков, не пришел бы на приглашение президента принять участие в междуцерковном диалоге, я думаю, все бы пришли, вот я в этом убежден, и это дало бы, понимаете, это дало бы тот стимул, который потом уже бы не смогли остановить открытые агенты Кремля, те, кто с Декачевым работал, с другими там работал, ну, это все известно, эта публика вся известна, но она составляет в УПЦ очень небольшое количество, большинство это священники с мелких городов, с сел, с областных центров, да даже по Киеву, я же, выру, общаюсь там с некоторыми и знаю полностью их настроение, нужен стимул в первую очередь для преодоления пока непреодолимых амбиций руководителей церков, потому что, ну, давайте честно скажем, мы же говорим, это у нас церкви не есть тоталитарными сектами, как в России, и, соответственно, они борются в средине за свое и так далее, и так далее, и последнее на ваш вопрос, я считаю, что если этот план будет реализован, да, если мы получим украинскую православную церковь во главе с киевским патриархом, это будет иметь большующее влияние на русскую православную церковь, я уверен, что в ней начнется раскол, я уверен, что те священники, которые не поддерживают войну, их немного, но они есть, я это точно знаю, потому что они находятся в междуцерковном общении с украинскими священниками, я это знаю, они будут откавываться, они не будут признавать Гундяева, который благословил убийц, и это один из элементов духовного наступления на Кремль, на сатанинскую власть в Кремле, тогда мы сможем говорить о священной войне против сатанинской власти в Кремле, которая уничтожает русских, которая уничтожает русскую церковь, русскую культуру, и так далее, и так далее, вот простой вопрос вам, да, скажите, пожалуйста, кто больше, чем Путин и путинские войска сделали для уничтожения русской культуры в Украине? вопрос сам имеет тот же самый ответ. Хорошо, да, буквально я вас еще чуть-чуть задержу, у нас еще 4 минуты есть нашего эфира, и последняя тема, которую бы с вами я хотела бы говорить, это тема Крымского моста. Как по мне, довольно-таки эта тема появляется, я бы сказала, так, волнами. Иногда есть заявление о том, что вот необходимо целиться в Крымский мост, потому что стратегически это в военном плане и необходимо, да, и в принципе Крым это Украина. Вот американский генерал и бывший главком НАТО в Европе Филип Бридлов призвал Украину взорвать Крымский мост. В интервью британской газете The Times Бридлов назвал этот мост законной целью, поскольку Россия вторглась в Украину, и я процитирую генерала. Все мосты имеют свои слабые места. При правильном выборе цели Керченский мост может стать непригодным для эксплуатации на некоторое время. Конец цитаты. Для этого можно использовать ракеты Гарпун, нанеся сокрушительный удар по мосту, соединяющему Керченский пролив и материковую часть России. Вы не видите, во-первых, того момента, как я уже говорила, что тема Крымского моста, она вот именно волнами как-то появляется. С чем это связано? С тем, что какие-то сопутствующие происходят события на линии фронта, которые дают основания вновь поднимать тему Крыма? Или здесь какие-то другие моменты? И тема моста это у нас отдельная, самостоятельная? Значит, первое. Крым это Украина. Это признано всем свободным миром. Всеми, кроме России, признанной. И естественно, Украина имеет полное право наносить удары оккупированной части своей территории, в том числе инфраструктуре по Крымскому мосту. С военной точки зрения это естественно очень необходимое движение. Уничтожение Крымского моста просто в разы уменьшит переброску военной силы на территории Украины через Крым, как это происходит сейчас. Боеприпасов, живой силы, техники и тому подобное. Возможно ли уничтожить Крымский мост? Возможно. Для этого может быть уже наявлено в нашем распоряжении военная техника использована, надана, предоставленная нашими союзниками и изготовлена нашим оборонпромом. В том числе второй вопрос, который пугает наших западных партнеров, да и нашу власть, это вопрос того, не задействует ли после удара по Крымскому мосту Путин тактическое ядерное оружие против Украины. Это тоже серьезный вопрос. Почему? Потому что уничтожение Крымского моста как символа, не только как и военной инфраструктуры, а как символа, это символ присоединения Крыма для него. Его уничтожение это будет публичное унижение Владимира Путина. Публичное. И на Западе и некоторые наши эксперты боятся, что Владимир Путин может отреагировать тактическим ядерным ударом. Я хочу сразу сказать, что Владимир Путин нанесет или не нанесет тактический ядерный удар после того, как мы начнем наносить ему военное поражение. Будет это мост, будет это наступление на Донецк, на Луганск, освобождение Херсона и тому подобное. Он нанесет или не нанесет это туда. Чтобы он его не нанес, надо прорабатывать системы сдерживания и противовесовства стороны Запада. Надо прекратить прятать голову в песок. И кстати, если Запад проявит твердость и русские, россияне увидят, что Путина не боятся, с Путиным не считаются, Путина ставят на место, это будет содействовать тому, о чем мы говорили в начале передачи, внутренним процессом в Российской Федерации. Надо ждать, когда заговорят первые десятки. Заговорят десятки, потом будут говорить сотни, потом тысячи, а потом миллион. Игорь, здесь я буду вам говорить спасибо, поскольку наше эфирное время завершилось, довольно-таки полноценно мы с вами поговорили. Игорь Масичук, народный депутат Украины, 8-го созыва был с нами. Спасибо.